Девушки отдыхают Полиция Развернулись и свернули в переулок Но далеко не ушли Из машин выскочили 4 человека И погнались за нами Нас схватили и повезли на допрос В уездное бюро общественной безопасности Четверо или пятеро полицейских Грубо обыскали меня Забрали мобильный и записную книжку А также серьги, часы И ещё моё кольцо Две женщины-полицейские Отвели меня в комнату Где заставили раздеться для обыска И несколько раз присесть А сами наблюдали за мной Это было так унизительно Это так гнусно Да Они были злодеями И поэтому я Переживала о том, как они будут меня пытать Эти мысли меня напугали И я попросила Бога Блюсти моё сердце И дать мне веры и сил Затем я вспомнила эти Божьи слова Не бойся ничего При моей поддержке Кто сможет заступить тебе путь? Помни это Всё есть моё благое намерение И пребывает под моим надзором Можешь ли ты следовать За моим словом во всём? В час огненных испытаний Падёшь ли на колени и воззовёшь Или съёжишься без сил? Аминь Божьи слова наполнили меня верой Бог владычествует над всем И полиция в Его руках Чего мне бояться Если за мной стоит Бог? Я знала Что как бы меня не допрашивали И не пытали Нельзя предавать Бога Братьев и сестёр Аминь Закончив обыск Полицейский пристегнул меня Наручниками к креслу и спросил Как тебя зовут? Где ты живёшь? Когда стал религиозный? Говори Я промолчала Он продолжил Ты лидер церкви? Где церковные деньги? Я отказалась отвечать Поэтому он с досадой ушёл Тебя оставили пристёгнутой Наручниками к креслу? Ага Меня продержали Прикованный к этому креслу Более двадцати часов Мои ноги распухли И утратили чувствительность Тогда зашёл Радостный полицейский И сказал мне Знаешь Почему мы сейчас пришли Тебя допрашивать? Я понятия не имела Почему он меня об этом спрашивает? Но вскоре Трое полицейских подвели К дверям моего мужа И я поняла Что в моём доме был обыск И мужа задержали В тот же вечер Меня, мужа и трёх сестёр С которыми я была арестована Отвезли в следственный изолятор Один из полицейских сказал Подумай хорошенько У тебя маленькие дети Кто будет кормить И присматривать за ними? Расскажи нам Всё, что знаешь И тебя отпустят Я знала Что это уловка сатаны Он играл на моих материнских чувствах Чтобы я предала Бога и остальных Я проигнорировала его Хорошо В следственном изоляторе Четверо или пятеро полицейских раздели И обыскали нас А затем Поместили в камеры Так страшно было видеть Железные двери с полицейскими Которые стояли на страже Мне казалось, что я в гиене В камере я сразу ощутила Сильный запах фекалий А ночью Спала на сырой бетонной платформе Каждый получил Лишь одно тонкое одеяло А моя кровать была рядом с унитазом В одной комнате мы и ели И облегчались После полутора суточного допроса В наручниках Я заболела Врач сказал У меня жар Тридцать девять Но полицейские не дали лекарств Мол, я притворяюсь Такое обращение бесчеловечно Так и есть Вскоре меня допросил Сотрудник бригады нацбезопасности Он начал с непринужденной беседы Рассказал о своей семье Сказал, что мы могли бы дружить Он советовал Не думаешь о себе? Так хоть о детях подумай Если тебя осудят Пострадают три поколения твоей семьи Твои дети не поступят в колледж Не пойдут в армию Подумай Стоит ли твоя вера того, чтобы втягивать В эту семью? Твоя семья разорвана на части А всему виной твоя вера КПК путает добро и зло И еще как Меня это разозлило И я подумала Я виновата Что моя семья Не может быть вместе Мы верующие на правильном пути Но вы арестовываете нас Разрушая счастливые семьи В распаде семей Виноваты только вы Да Я думала Что мои дети не поступят в колледж Что их будущее под угрозой Что они будут меня ненавидеть Мне было очень тяжело И я помолилась Богу С просьбой охранять мое сердце Затем вспомнила Божьи слова Мой народ должен остерегаться Замыслов сатаны Сторожа врата моего дома для меня Чтобы не попасть в ловушку сатаны Не то поздно будет жалеть Аминь Это просвещение показало мне Что все слова полицейского Лишу ловки сатаны И попытка угрожать мне Будущим моих детей Чтобы я предала Бога Единоверцев Нельзя было поддаваться Верно Чтобы выудить из меня что-то Он сменил тактику Однако я отказывалась говорить Спустя некоторое время Он сказал Мы были у тебя Твои дети очаровательны У нас есть видео Показать? Это задело меня заживое Я переживала за судьбы детей Сыну было 14 лет А дочери 9 Наверняка они испугались обыска И как они справятся Когда мы с мужем Под стражей в полиции Не станут ли их травить? Если заболеют Кто о них позаботится? Если полиция придет их пугать То каково им придется? Смогут ли они ходить в школу? Не попадут ли в руки Отбросов общества? Меня мучили эти мысли И я помолилась Богу Боже, оберегай мое сердце От улова к сатане Чтобы я оставалась стойкой Аминь Затем мне вспомнились Божьи слова Во вселенной не происходит ничего В чем не имел бы я последнего слова? Есть ли что-нибудь, что не в моих руках? Аминь Прокручивая все это в уме Я постепенно успокаивалась Через что бы ни прошел человек Как бы ни страдал Все в руках Божьих Китай – земля призраков Тут притесняют всех, кто верует И следует за Богом И им никак не помочь Мы с мужем арестованы И страдаем в тюрьме Наши дети дома тоже страдают Все переживания мира ничего не изменят Я помолилась Вверяя детей в руки Божьи Прося Его оберегать их Аминь А полицейскому я сказала Оставьте это видео себе После этого ему было нечего сказать В таких местах нужно постоянно молиться Иначе можно попасться на уловки сатаны Да Бог провел меня через все это В одиночку я бы не выстояла Да В следственном изоляторе Я долго спала на бетонной платформе И к июлю мои руки и ноги Опухли и болели Очень скоро От боли в суставах Каждая капля холодной воды Ощущалась как укол иглой Боли не давали спать по ночам Затем Все вокруг Начало становиться Размытым и нечетким Голова кружилась Я доложила начальнику Но ему без разницы Выживу ли я Я чувствовала себя несчастной Что я буду делать Если ослепну? В сердце своем Я взывала к Богу И тихо напевала Этот гимн Божьих слов Не унывай Не будь слабым И я все разъясню тебе Дорога в царство негладкая Ничто не дается просто Ты хочешь, чтобы благословения Давались тебе легко? Сегодня каждого ждут горькие испытания Без испытаний Ваша любовь ко мне не укрепится И вы не будете истинно любить меня Даже если испытания незначительны Всякий должен пройти их Просто тяжесть испытаний у каждого своя Аминь Я знала, что Божья воля Для меня не в том, чтобы негативно меня настроить Но через испытания Совершенствовать мою веру и любовь к Богу Помогая увидеть зло и низость Большого красного дракона Возненавидеть его и отвергнуть Когда я поняла все это Мои страдания исчезли Благодарение Богу В октябре меня доставили В городской следственный изолятор Там было еще холоднее И мои боли в суставах усилились Как и боль в голове Я просила лекарств Но мне ничего не дали С каждым днем мне становилось все хуже И однажды от головной боли Я потеряла сознание Где-то в 4 часа Двум заключенным приказали оттащить меня в лазарет на капельницу Мне ввели лишь треть раствора Но дежурные полицейские пошли есть Просто вытащили иглу И отправили меня обратно в камеру В тот же вечер головная боль возобновилась Надзиратели велели заключенным следить за мной Но лекарств не дали На следующий день я вновь потеряла сознание Им наплевать на чужие жизни Да Как вы перенесли такое тяжелое состояние? Я чувствовала некоторую слабость Думала, как меня довели до такого состояния Спрашивала себя, когда все закончится И не умру ли я там От этих мыслей я стала беспомощной И взывала к Богу, прося Его защитить меня Чтобы я все преодолела Затем мне вспомнился Божий гимн Испытания Взывают к вере Когда люди, подвергаясь испытаниям Проявляют свою слабость Или негативность Или не понимают Божью волю Или то, как им поступать на практике То это нормально Но так или иначе Ты должен иметь веру в работу Божью И не отрекаться от Бога Беря пример Сиова Иов, проклявший день, в который он родился Несмотря на свою слабость Не отрицал, что все в человеческой жизни Дал Иегова Иегова и взял Каким бы испытанием Иов не подвергался Своей веры он не терял Какую бы ты ни проходил Переплавку Божьими словами В своем опыте Богу нужно, чтобы человек Верил в Него И любил Его Такой своей работой Он делает совершенной веру Любовь И устремление человека Бог производит работу Совершенствования Но для людей Она невидима и неосязаема И при таких обстоятельствах Нужна твоя вера Когда что-то невидимо Невооруженным глазом Тогда нужна вера Нужна вера Когда ты не можешь отпустить Свои представления Когда у тебя нет ясного понимания Божьей работы Тебе нужна вера Тебе нужно стоять Неколебимо И свидетельствовать Когда Иов достиг подобного состояния Ему являлся Бог И он говорил с ним Другими словами Только вера Дает тебе видеть Бога И позволяет Ему Совершенствовать тебя Аминь Аминь Иов прошел через испытания Его тело было покрыто нарывами Он много страдал Но он сел в пепел Скобля свое тело черепицей И не обвинял Бога Он уповал на свою веру И нес свидетельство о Боге Я хотела как Иов С верой пройти через это Аминь Даже само дыхание Дано мне Богом Если Он допустит мою смерть То я подчинюсь Пока я дышу Я останусь твердой в свидетельстве Аминь К моему удивлению Как только я решила подчиниться Боли в суставах и в голове Начали проходить Благодарение Богу Вот насколько реально Божья любовь Он всегда со мной Охраняй меня Это укрепило мою веру в Него Благодарение Господу Я вспомнила Божьи слова Вера как бревно через реку Боязливо цепляясь за жизнь Вы падете А готовые гибели Пройдете Аминь Это Бог дает нам веру и силы Так и есть В декабре 13-го Компартия обвинила меня В организации использования секты Для подрыва правопорядка И дала 4 года В январе 14-го года Меня отправили в женскую тюрьму В тюрьме я постоянно была На грани срыва За мной постоянно следили Как я ем, работаю, сплю Даже хожу в туалет В камере 12 человек Следят друг за другом И если кто-то проштрафился, наказывали всех За серьезные нарушения в карцер Но хуже всего был тяжелый физический труд Мы были машиной для зарабатывания денег Надзиратели заставляли нас шить, гладить и паковать одежду Мы шили полицейскую и военную униформу Форму для железнодорожников Рабочая норма была слишком завышена Мое зрение тогда было 0-1 Видела я плохо И охранники все время орали на меня Мы вдвоем развешивали одежду С шести промышленных гладильных столов По 10 часов подряд Бегая туда-сюда На ногах у меня вечно были волдыри Из них сочился гной и прилипал к носкам Каждый день я выходила на работу Несмотря на жуткую боль Если не могла закончить Билли Через три месяца охранники заставили меня гладить И мне пришлось гладить трехкилограммовым утюгом По 10 часов в день Я работала до 11-12 вечера И мое здоровье ухудшилось Я дважды падала в обморок в мастерской А придя в себя, продолжала работу Пребывание там внушало ощущение, что я спустилась в гиену Это было ужасно Это тюрьма бесов Да Я проводила время, думая о Божьих словах и Его любви Вспомнила такой отрывок Вы когда-нибудь принимали данные вам благословения? Вы когда-нибудь искали исполнение данных вам обетований? Под водительством света моего вы непременно разорвете оковы сил тьмы Вы посреди тьмы не потеряете свет, который направляет вас Вы будете властелинами над всем творением Вы встанете перед сатаной как победители При падении царства большого красного дракона Вы восстанете среди множества толп, чтобы нести свидетельство о моей победе Вы непременно будете тверды и непоколебимы в земле синим Через перенесенные страдания вы унаследуете мои благословения И непременно вы сияете во всей вселенной славой моей Аминь Благодарение Богу Это помогло мне понять, что победители создаются в испытаниях и скорбях Во всех испытаниях они могут покориться Богу и быть преданными Ему до конца Возможность оставаться твердой в свидетельстве о Боге Была для меня Его благодатью И несмотря на всю слабость и страдания Я должна была уповать на Бога, срамить сатану Аминь Именно водительство Божьих слов дало мне веру и силы И я смогла пережить то время в тюрьме Благодарение Богу Благодарение Богу Когда я вышла на свободу, меня доставили в местный суд Где заместитель секретаря сказал, что мужа освободили после 40 дней заключения Но в сентябре 2014 года снова арестовали и посадили на 3,5 года Он сказал Ты на свободе, займись своими детьми и забудь о Боге Из-за того, что вы с мужем верующие, они были предоставлены сами себе И жили в доме твоего брата Услышав это, я была вне себя Нас посадили и разрушили нашу семью Только потому, что мы верующие И ничего больше КПК оболгала нас Что раз мы верим, то нам нет дела до наших детей Они искажали правду Безусловно Вернувшись домой, я увидела, что двор зарос сорняками А столы, стулья и тарелки все разбросаны в траве Я попыталась поднять стол, но он развалился Толкнув дверь в гостиную, я увидела Что диван и шкаф перевернуты Невозможно было даже пройти Все было покрыто слоем пыли А на кухне фундамент даже просел на пару сантиметров В стене была трещина шириной с палец В то время мне было очень тяжело видеть все это И я долго плакала Увидев своего сына, я спросила его Как ему жилось последние годы С комком в горле он сказал Мама, люди в деревне намеренно спрашивали о вас с папой Я старался избегать их Никуда не ходить, ни с кем не встречаться Одноклассники смеялись надо мной, что я сын преступников Я не хотел ходить в школу Я едва сдерживала слезы, слушая его рассказ Он был еще ребенком, но столкнулся с жестокостью соседей и одноклассников от того, что я была верующей Я ненавидела компартию Я недолго пробыла дома Когда инструктор бригады нацбезопасности и местные чиновники Привели двух видеооператоров Которые без разрешения начали снимать мой дом Они смонтировали видеофильм, в котором не было ничего, кроме лжи В фильме утверждалось, что верующие не участвуют в полевых работах, не заботятся о своих семьях, о стариках и о детях И что наш ребенок бросил школу и пытается выжить за счет случайных заработков Это видео показывали под открытым небом на больших уличных телевизорах И на передвижном экране, установленном на машине Мы стали объектом слухов и клеветы Почти все в городе знали, что нас арестовали за веру во всемогущего Бога Мои родственники и друзья избегали меня Компартия показала это видео в школе моего ребенка И учителя сказали детям Если увидите, как кто-то благовествует родителям, сообщайте в полицию Моя дочь пришла домой в слезах Другие дети смеялись над ней, что она дочь осужденных Она в слезах сидела дома и не хотела идти в школу Она всегда была веселой, разговорчивой и активной Но теперь стала замкнутой и не хотела разговаривать Мой сын тоже был очень подавлен Компартия такая злобная Так и есть Не только взрослых, но и детей преследуют Но это не все Они созвали собрание якобы обсудить хозяйство, испытывающие нужду И сказали, что раз из-за нашей веры во всемогущего Бога мы были осуждены То не можем содержать семью и надеемся на пожертвования Они стали распространять ложь о вас Верно Но люди этого не знали Некоторые стали критиковать нас за то, что мы не выполняем свой долг Они также привлекли моего брата и его жену, соседей и старосту следить за мной Я не могла видеться с братьями и сестрами, вести церковную жизнь и выполнять свой долг Это было как домашний арест Я была подавлена И ненавидела Компартию всей душой Но потом прочла в Божьих словах следующее Эта земля тысячелетиями, пребывавшая в пороке, невыносимо осквернена Всюду страдания бесчинствуют призраки, распространяя ложь, безосновательно клевеща, нанося жестокие удары Попирая землю призраков, оставляя за собой трупы Земля и воздух наполняются смрадом разложения Но этот город усиленно стерегут Кто может видеть мир за горизонтом? Дьявол плотно опутывает все тело человека Зашоривает оба глаза И плотно запечатывает его уста Царь Бесовский уже несколько тысяч лет бесчинствует И по сей день стережет мертвый город Как неприступную обитель бесов Эта свора сторожевых псов злобно таращится, страшно боясь, как бы Бог не застал их врасплох И не покончил со всеми сразу, лишив их края умиротворения Как можно было людям в подобном мертвом городе увидеть Бога? Наслаждались ли они Божьей ценностью и красотой? Что они знают о людских делах? Кто из них может понять настоятельную волю Божью? Неудивительно, что воплотившийся Бог остается сокрытым В подобном темном обществе, где бесы безжалостны и бесчеловечны Как царь бесов потерпел бы существование такого прекрасного, такого доброго и святого Бога? Стал бы он рукоплеща приветствовать пришествие Божье? Они же прихвостни и псы, платя за доброту ненавистью, они презирают Бога И оскорбляют Его, совершенно озверели и лишены уважения к Богу Аминь Благодаря лишениям, я увидела, что Компартия – это стая бесов, ненавидящих Бога Я стала презирать ее и порвала с ней Аминь И в то же время я увидела Божью любовь Когда сатана подвергал меня пыткам, именно Божьи слова давали мне веру и силы Шаг за шагом направляя меня Слава Богу Я испытала на себе силу и власть Божьих слов, и моя вера в Него возросла Обретение этого – Божья любовь и благословение Благодарение Богу Благодарение Богу Ваша беседа укрепляет мою веру Благодарение Богу Благодарение Богу Благодарение Богу Благодарение Богу Благодарение Богу